Всем привет! С вами Комар Виталий. Давно я, как говорится, ничего не рассказывал. Интересно у нас, что происходит в Башмакове. Так вот, на прошлых выходных, то ли пятница, то ли суббота, то ли воскресенье, произошел у нас такой вот вопиющий, можно сказать, случай. Это когда бабулька, находясь возле больницы, ну, по слухам, вроде бы, как ее ударил инсульт. Так вот, сидела она на остановке. Кто знает, где остановка возле больницы, тот меня хорошо понимает. Мои знакомые обратили на это внимание, подошли к ней, поняли, что с бабулькой что-то не то. Ну, естественно, возле больницы они побежали в нашу скорую. Так вот, оказалось, что у нас скорой-то нет. У нас есть приемный покой. Как я понимаю, покой-то вот прям сразу туда, на кладбище. Так вот, был там врач. Конечно, ему это тоже все сказали, что происходит что-то. Им сказали, что мы не можем. Вот так вот. Там уже стал возле бабульки народ собираться, начали возмущаться. Ну, елки-палки, ну, действительно, возле больницы, да, вот твое спасение, прям вот в шаге от тебя. Но, пффф, такая вот штука. Знакомый мой остановил скорую. И что вы думаете? Они сказали, что они не скорая. Они не могут помочь. Скорая, как говорится, в приемные покои, вернее, в наши приемные покои, скорую вызвать не может. По какой там причине, я не знаю. Моему знакомому пришлось самому скорую вызвать. Скорая приехала. Вот, слушайте внимательно. Человек находится в нескольких метрах от больницы, от того места, где его спасут. Скорая приезжает через 15 минут. О, как! Здорово, да? Вот по логике, если разобраться. Там, конечно, вышел и тот врач, он, конечно, начал ее осматривать, но скорая подъехала. То есть, 15 минут человек был практически без помощи. А при инсульте время, как мы все знаем, дорого. Отвезли ее, конечно, в Каменку, и вроде бы с ней все в порядке, все хорошо. Вроде дело пошло на поправку. Но факт в том, что, если так вот предположить, да, у нас же бывает такое, человеку в спину нож воткнули, и он сам бежит в больницу. Бывает такое. Ну, что там, в шею воткнут, куда-то там, не обязательно нож, может быть еще что-то, какая-то травма. Вот приходите вы в эти приемные покои, да, тебе говорят, извиня, мы тебе помочь не можем вызывать скорую. Блин, ты должен сам вызвать скорую, мол, так и так. Мне в жопу ножик воткнули. Блин, приезжайте, и ты должен стоять возле этих приемных покоев, да, и ждать скорую, которая приедет, заведет тебя в эти приемные покои, или как там, покойные покои, приемные покои, да, и там тебе этот ножик вытащат. Мне интересно, вот Минздрав, я, конечно, понимаю, они делали там какой-то там инструкции, но... Че-то это... Я не знаю, там в Минздраве кто сидит-то. Это, я не знаю, ну, как это сказать-то, я даже не знаю, у меня просто все зашкаливает. Это, что там может сидеть-то, я даже не могу придумать, я даже оскорбить не могу как-то. Так что вот такая вот, Петрушка, имейте в виду, в жопу ножик воткнули, да? Скорую, даже если в самой больнице. Скорую вызывать придется вам самим. Бред. Я даже не понимаю, что я сказал. Ну, по логике так получается. То есть, спасибо, бабуля, они не моем. Ну, у нас не скорая, у нас приемные покои. Вызывай скорую, жди возле больницы, сиди и жди, когда приедет скорая. Там она может 15 минут пройти, может быть 20, может быть час, а ты будешь сидеть и подыхать на пороге больницы. Это вот не тот случай, когда просто пациент какой-то сидит на ступеньках, да, как вот видео есть где-то в интернете, и человек умирает на ступеньках. На него просто внимания не обращать, ну, сиди себе человек и сидит. Ладно там. Ну, а это пришли и обратились за помощью. Ну, не для себя, а для кого-то. Но по логике получается, если ты даже для себя, да, ты вот приходишь, на скорую говоришь, спасите. А тебе говорят, не могем. У нас не скоро, у нас в покое. Чего ты тут ходишь, нас беспокоишь-то, я не понял. Получается так? Вы там в Минздраве, ведь маленький мозг включите. Вас оскорблять нечем даже. Я вот что-то хочу сказать, а не могу. Распространяйте это видео. Может быть, кому-то это будет интересно. Может быть, не только у нас в Башмакове такое происходит. Я думаю, что это происходит по всей у нас России такое. Но я бы, конечно, если был там бы, я бы это все дело снимал бы и показал бы. Но меня там не было. Да, мне было бы стыдно снимать вот такие вещи. Снимать очень тяжело, но я бы заснял бы такое. Человека с инсультом тревожить нельзя. Ему нужно оказывать первую помощь. А тут тебе на. А мы не скорые, мы приемные покои. Да. У нас тишина и благодать. У нас все зашибись. Чего пришел? Со своим инсультом. Иди отсюда, скорую вызывай. Все. Все проблемы решены. Я так понимаю, да? Инструкции все соблюдены. Все четко. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Что-нибудь еще услышу. Расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok